Итак, друзья, продолжаем подводить урожайные итоги сезона 2023. И сегодня я приглашаю всех дачников поделиться друг с другом урожаем сладкого перца. Я в свою очередь расскажу, покажу, какие сорта и гибриды выращивала, какие перчики выросли в итоге, какими сортами я осталась довольна, а какими нет. И вас, конечно же, прошу оставлять мнения и отзывы об этих и других перцах. И, конечно же, делиться своими открытиями этого сезона. И сначала в двух словах я обрисую, как я выращиваю свои перцы. Выращиваю я их только в открытом грунте. Первую половину лета под парником из грудного материала, а уже с июля я их убираю, и они просто растут на открытых грядках. Поэтому сорта у меня преимущественно среднерослые, полудетерминатные, высотой до метра. То есть, чтобы они уместились в парниках. И в этом году я выращивала 5 сортов и гибридов. И поэтому пробегусь в двух словах по каждому из них. Например, серия гибридов сладкого перца под названием «Звезда Востока» от агрофирмы «Сидек». В этом году я из них выращивала 3 разновидности. Это оранжевая, красная и желтая гигантская. Оранжевая и красная звезда – это перцы обычной серии, не гигантской. И поэтому плоды у них не крупные, особенно у оранжевого гибрида. Они даже, можно сказать, мелковаты. Граммов так по 150. Красная чуть крупнее, то есть такого среднего размера. Масса граммов 200-250. Но и те, и те перчики хорошего качества. Они глянцевые на вид, красивые и вкусные. А вот желтый гибрид уже гигантской серии – это просто мега-супер перцы. Я выращиваю их уже не первый год. Плоды у них получаются просто шикарные. Кубовидные формы, мясистые, толстостенные и очень крупные. Граммов так по 400 точно, а может даже и больше. Единственное, что так как они очень крупные, на кусту их немного, буквально по несколько штук. И так как это гибриды, то семян с них, к сожалению, не собрать. Зато они все как один очень красивого, товарного вида, мясистые и толстостенные. Даже не просто толстостенные, а они считаются одними из лидеров среди толстостенных перцев. Сочные, хрустящие и очень сладкие. И, наконец, еще один гибрид, который я выращивала в этом году. Он уже от другой нашей компании «Уральский дачник». Называется «Денис». Этот перец тоже меня порадовал своими плодами, так как они получились на славу. Тоже толстостенные, толщина стенок даже чуть больше сантиметра. И очень крупными размерами, просто гигантами. Как сравнивал сам производитель, размерами они с литровую банку. Ну, у меня хоть плоды до таких размеров и не выросли, но они все равно получились восхитительные. Такой немного вытянутой формы, массы граммов так по 400 точно будут. В стадии полной зрелости они становятся темно-красного цвета, на вкус сочные и сладкие. Вот этот перец я для себя открыла в этом году. И возьму его себе в копилочку и буду выращивать в следующем году тоже. Так как результат на соотношение ожидания теря реальности оправдал все надежды. Вот такой урожай сладкого перца у меня получился в этом году. И совсем недавно я делала обзор острого перца, где рассказывала, какой сорт выращивала я в этом году. А также делилась с вами несколькими способами, как можно сохранить его в зиму. Если еще кто-то не видел этот ролик, то оставляю в описании на него ссылочку. И там же закреплю ссылки еще на видео, где я делилась рецептом шикарнейшего лечу. Как в классическом приготовлении, так и с морковкой, натертой на длинные брусочки и чесночком. Проходите по ним, смотрите и обязательно делитесь в комментариях, какие сорта гибриды вы выращивали в этом году и какими в итоге остались довольны, а какими нет. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой рутуб канал, ссылка в описании.